Девушки отдыхают И бандал Помню, когда отца везли, то играла музыка на гладочном милляре Он был генералом, командовал бригадой Одиннадцать лет прошло, я помню, и все Обычно привозится то, что не привозилось, мы поставили Чайку Поскольку я работаю, и дядю Ваню привозил Дядю Ваню нет Не может быть Мы привезем на будущий год все три стиха После Чайки я решил поставить Чехова Ну, все те пьесы, которые меня озадачивают И которые для меня являются загадками Ответов пока я не увидел в постановках Которые были более интересные, менее интересные Но я честно вам признаю, что я не увидел ответов на те загадки Которые там есть в пьесах В постановках моих коллег Поэтому мне захотелось поставить самому Самонадеянно, думая, что я все-таки отвечу на какие-то вопросы Которые являются загадкой Потому что пьесы Чехова в основном смотреть очень скучно Их пьесы Чехова написаны для того, чтобы их расшифровать А не для того, чтобы их поставить со всеми словами И вот хрестиматийные постановки такие настоящие, чеховские От них веет такой тоской Я говорю не музыкальным, а просто скукой И такой пылью, что мне захотелось понять Могу ли я стряхнуть что-то с этого Ну и поэтому я начал с дяди Но чайка была повтор моей парижской постановки А дядя Ваня это была уже работа, которую Я понял, как ставить дядю Ваню После того, как я поставил дядю Ваню в кино Со Смокдуновским и с Мандурчуком И с чудными артистами А потом я понял, что все не так должно быть Но Чехову можно делать все не так очень часто Потому что так же, как Сафокла или Или к Стринберга, или к Шекспира Вот, поэтому поставили дядю Ваню Потом мы поставили Три сестры И вот сейчас я надеюсь поставить Вишневый сад И я это закончу определенный цикл Который я называю как бы симфония Три вещи, потому что Они объединены, во-первых, одной темой Который не глупо рассказывать Там леет мотив один Во-вторых, они играются в одной декорации Которые, собственно, и там И играются теми же артистами Которые играют противоположные роли Поэтому как бы группа едет И играет три пьесы Мечта, конечно, сделать марафон Как, так сказать С десяти вечера С десяти утра до десяти вечера Три пьесы, но они не выдержат И две сыграли А две играли Три играли, да В Лондоне у нас была Мы играли в Лондоне две И был большой успех В том смысле, что Даже в театре Виндхэм Это хороший театр на Вест-Энде Старый театр английский такой Да, там были даже стоячие места проданы Говорят, пятьдесят лет Не продавали этих мест Ну, театр маленький Там, по-моему, пятьсот мест Или четыреста Но, тем не менее, в Лондоне играть две недели Это русский театр не был никогда Я вашу матушку знал Хорошее было, царство и невеста Мама в Москве погребена Представляете, начинаю забывать ее лицо А вот так и нас не будут помнить Забудут Да, забудут Такова наша судьба Нас уже не поделась Все, что нам кажется серьезным Значит, кому очень важно Придет время и будет забыто Или будет казаться мне В чем театр велит? Вот наш учитель Михаилович Ром говорил Театр умер Теперь кино Театр умер Он был абсолютно убежден, что театр умер И мы все кивали головой студенты Говорят, театр умер Тем театр велик Театр ищет истину Репетиция-то поиск истины Истина закладывается в пьесе Чем крупнее пьеса Тем более загадочна она То, что на поверхности Это то, что обычно ставят посредственные режиссеры И получается так, что люди больше не могут идти смотреть Чехова Потому что можно с ума сойти от скуки И поэтому то, что на поверхности Это не то, что автор хотел сказать И когда читаешь письма Чехова То он никак не мог объяснить Станиславскому, как надо ставить Но не умел он объяснять Но бесконечно писал Загубил мою пьесу Станиславский Загубил Когда репетировали Вишневый сад То там очень много было разных у него У Станиславского звуковых эффектов Кукушка кукует Там еще кто-то курица Там кто-то сидел за кулисами Все эти звуки изображали В общем, паузы такие А в середине второй картины Или в конце второй картины Человек говорит Все, все, занавес Запустили занавес Станиславский В чем дело? А он идет бледный с часами Говорит, вот здесь моя пьеса должна кончиться То есть два раза медленнее играли, чем он хотел А он, так сказать, поэтому Это сложная вещь понять, как Чехов хотел Поэтому для меня очень важно Я все время говорю, что у меня за спиной Сидит Антон Павлович И я оглядываюсь Назад оглядываюсь Если я вижу Пенсина кивает Значит, можно двигаться дальше Но это, естественно, мое представление Антона Павловича И мое представление о том, что он там говорил Не останьтесь без влияния Таких, как вы, после вас будет Должна быть шесть Потом двенадцать Наконец, пока такие, как вы, не станете большинством Через двести, триста лет Должнаrzidad Вот я говорю, что виздейса В имеле и совет наступит новая, зимн Здоровье, да? Дrage И если инове сердце он должен быть в курсе Здоровье, да? Готовь к ней А для этого он должен, будет и знать больше, что он в виде в savings его дед и отец Да-да-да-да-да Да-да, вот вы и знаете, что знаете много В театре действительно идет очень пристальная работа над характером, над ситуацией, с партнерами и так далее, поэтому тут я иногда себя в кино чувствую очень одинокой, а в театре все-таки есть все время такое твердое плечо и не пенсне сзади, а очки впереди, которые там сидят. Так давайте будем отдыхать, давайте будем веселиться, каждое изобразно со своим возрастом и положением. Ковры надо убрать на лето и спрятать на зиму. Персидский оборудок или на столице, да. Я, конечно, был далек от этого персонажа, мне все это было сложно, поэтому когда Андрей Сергеевич предложил все это делать, я понимал, что это нужно делать для огромной работы, технически. Сейчас я получаю большое удовольствие от того, что делаю, от того, что играет в зимах. Ты в зимах мне дорог, своей беззащитностью, наивом, открытостью, близорукостью, очками. Не знаю, странный для меня характер, который приходится осваивать при одолении. Я люблю свою роль, свой персонаж за то, что у него тайно врублена младшая сестер Ирина, которую играла Галина Боб. Которую не нравилась, как женщина, как человек и как актриса. Но он нас оберевенен. Нет, от меня. Я все равно могу, Господи, послушаю. Маша не может быть динамика, потому что человек, который погибает без любви, и, казалось бы, можно быть, она здоровая, и ловки в ноги. Ну вот, когда, когда здесь все умирает, то это, наверное, хуже всего. Мне дорог Федотик, потому что из всей этой компании, мы надеемся в многих, висет позитив, беззаботный, как меня. Ну, мне кажется, нельзя разделять все эти персонажи, Федотик и Отрея, потому что я люблю Федотик. Это как-то одно целое. Андрей Сергеевич не из тех режиссеров, у которых есть очень застолбленное какое-то видение. Я думаю, что он слышит артистов, и все, что рождается, это рождается совместными усилиями. В таких, это все-таки, это роды, когда есть два партнера, или там, и вообще компания вся, а не только режиссер придумал, навязал и делает только так. В этом смысле нам больше повезло. У нас не тиран режиссер. Это, 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 это самое большое, большой комплимент, что я не тиран. На самом деле, они делают все, что мне надо. И им кажется, что они делают это сами. Ну, про мужа я не говорю, к нему я привыкла. Ну, вот, среди людей штатских вообще, так много людей грубых, невоспитанных. А меня волнует, меня остальная грубость. Я страдаю, когда я вижу, что человек недостаточно, то он любезен. Ой, когда мне приходится бывать среди учителей, товарищей мужа, просто страдаю. Он такой, он фанатик, он работает 24 часа в сутки, а может быть 28, мне кажется, у него их больше. И он этим очень заражает, вовлекает в такой ритм. И, честно говоря, мне повезло, что я его встретила. Иначе я бы искала всю жизнь такого роботоколика, потому что я сама такая. Поэтому тут у нас как-то все сложилось. Очень много, очень много, очень много. Вообще, я думаю, что думать в театре не надо. Вы приходите в театр не думать, а пугаться, смеяться и плакать. Если эти три вещи есть, это искусство. Если вы начинаете думать, и потом думаете, что он хотел этим... Я думаю, что это, конечно, важно. Но мне такого рода искусство, оно мне не близко. Мне близко искусство, где люди как дети. Сначала они могут... А задача потом принять правила игры и дальше начать чувствовать. Вот и всё. Поэтому я делаю Чехова в чеховских костюмах. Ну, этого достаточно. И несколько стульев. Ну, так если на то пошло. Стул, стол и костюмы. А дальше уже надо смотреть, на что герои похожи. И вдруг они оказываются совсем другими, чем обычно их представляют. Стул, стол и костюмах. Довольно. А почему это слово у меня в голове, Оля? Например, там, Вершинин всегда играют... Да, там... Вот эти длинные монологи, как будто он высказывает чеховские мысли. Понимаете? На самом деле, может быть, там огромная дистанция между тем, что думает Чехов и то, как он показывает Вершинина. Или вы как-то сказали про Кузнецову? Что там написали? В итальянской прессе написали, что... Там была рецензия на Сафокло, и критик написал, что... Я люблю уже Кончаловского изначально, потому что самый скучный персонаж мировой драматургии Ольга Прозорова, то есть Ольга из трех сестер, в спектакле Андрея Кончаловского предстала, наконец, так, что я полюбила ее тоже. Ну, кажется, просто необыкновенно, прямо необыкновенно. Красиво! И Маша тоже красиво. Андрей был бы хорош, только он располнел очень. Это к нему не дело. А я постоянно не делала. Вообще, любые большие пьесы, любые великие авторы дают возможность бесконечной интерпретации. Как жизнь? Жизнь дает возможность бесконечной интерпретации, правильно? Может быть, пессимистом, может быть, оптимистом, может быть, эксцентриком, может быть... И все это будет одна и та же ситуация в жизни. То же самое большие пьесы. Большие. Все большие авторы бесконечны в своей глубине. Поэтому Чехову можно ставить бесконечные какие-то спектакли будут единственно правильными. И они будут абсолютно разными. Ой, уходила, Сирия. Это, наверное, от того, что сдержусь. В гимназии над девочками. Вот сегодня я дома. Я свободна. И у меня не болит голова. В Тбилиси, грузинская публика, во-первых, она очень элитарна, она очень европейская, традиционно европейская и традиционно связанная с Россией и европейской. Вообще в России же две России. Есть Россия в Москве, есть Россия после Петра, собственно, Петровская Россия, но и все дети европейской культуры. Поэтому я думаю, что здесь публика очень отзывчива и жаждет увидеть, и сейчас, к сожалению, меньше возможностей общаться. Но я думаю, что это пройдет. Что это сделано? Седано! Седано! Это время! П Скажи! Субтитры подогнал «Симон»